здравствуйте друзья у нас вопрос такой полный текст значит есть в описании к видео но суть вот какая есть человек его 45 лет он 8 месяцев назад приехал в соединенные штаты эмигрировал у него есть разрешение на работу все то сказать порядке в этом смысле и он в районе атланты это громадный город в штате джорджи большой там все все замечательно в атланте во всех отношениях и он там ищет работу по тестированию программного обеспечения почему по тестированию программного обеспечения я не знаю честно вот он так решил и английский у него вроде бы есть и 2 месяца уже ищет то есть 8 месяцев как он приехал 6 месяцев я не знаю чем он занимался но два месяца он ищет работу и что-то у него значит не идет есть базовые какие-то навыки на уровне вот прохождения курсов он много-много курсов где-то успел понабирать и у него там какие-то вещи симпатичные какие-то непонятные но много-много разных технических навыков при том что он никогда ими не пользовался вот искать в деле а просто брал какие-то курсы дальше он сделал два резюме одно резюме у него на синер левел там пять лет опыта второе резюме значит на он называет entry level но написал два года два года это конечно не entry level совсем но неважно то есть у него резюме на два года на пять лет на два года ему вообще не звонят на пять лет его звонят но как-то заходит разговор в какие-то более глубокие дебри и он там теряется вот спрашивает а как вообще попадают на интерншип да вот если бы он там побыл пару лет на пару месяцев на интерншипе может быть ему проще было бы закосить там под пять лет или там даже два года я не знаю во всяком случае первое что я хочу сказать интерншип это не это не работа где мало платит это это не определение интерншипа интерншип это когда ты учился где-то и проходишь производственную править практику куда тебя берут за то что ты учился давайте вас не могу взять на интерншип просто потому что вы хотите на интерншип или готовы там за маленькую денежку это делать а вы должны что-то такое закончить и и вот тогда вас берут на интерншип это как бы специфический формат такой кроме того тут есть еще тонкость вот какая всякая работа которая оплачивается там на 3 копейки я не знаю там 10 долларов 12 там 15 я не знаю какие цены там в атланте джорджия но понимаете есть еще люди которые вас нанимают если вам 45 лет и у вас высшее образование и так далее то вам скорее всего мне не дадут вот эту позицию потому что они не чувствуют себя комфортабельно нанимая человека который явно не соответствует по деньгам обычно на эти деньги берут парнишек там или девчонок из сити колледжа они там учатся там 19 лет 18 лет и для них эти 15 долларов это хорошие деньги по сравнению с тем как скажем даже за те же самые деньги у них там стояли бы деньги в автомастерской там руки по локоть масле пойти для них это хорошие деньги все счастливы эти менеджер счастлив что он взял молодняк и помогает ему в жизни там развиваться а молодняк рад что за 15 баксов там такая работа шикарная в офисе и так далее пойти взять человека которому 45 на 15 долларов это просто неадекватно немножко это бывает то есть через знакомых через школу да вот вот у нас тоже есть люди постарше мы их там мы за них договариваемся но но это люди которые нас знают пойти это мы же их из-под прилавка как бы пристраиваем они не то что вот он на маркет пошел и и его там подобрали там день на дайсе на монстре на карьер билдере там и так далее то есть это специфический рынок это вот как бы надо понимать два года опыт понимаете как есть много компонентов которые участвуют в том чтобы построить вот вот нечто в вашем поиске работаем что создает достаточную критическую массу вот должна быть критическая масса для прорыва мало иметь резюме то есть очень существенно что там написано давайте вот я делал резюме с 5 годами опыта тем не менее надо понять что там за пять лет опыта раз второе надо понять как он остальные там 25 лет или там 30 или сколько у него там есть показал в этом резюме да там после института там лишь что там еще написано это может быть очень отталкивающим а может быть очень привлекательным и то же самое с резюме на два года я не знаю что там поймать и поэтому сказать что у него есть резюме он в порядке может быть такое резюме что уже лучше вы не за там не значит вот поэтому следующий вопрос что он делает с этим видео как он его вывешивается то есть как его находят потому что может быть его находит совсем не те люди я не знаю понимаете но очень очень много есть деталей я не знаю что он отвечает на вопросы когда мы задают самые обычные сколько денег ты хочешь а сколько там допустим я не знаю почему ты ищешь другую работу как далеко ты готов ездить там и так далее вчера вел урок по поиску работы как раз ну и там такая группа девственная знаете они еще самый первый раз они вот значит как бы совсем ничего еще не знают про поиск работы я им говорю ну вот рекрутер тебе звонит и говорит там сколько денег хочешь я спросил но человек 10 я поднял ни один ни один не сказал адекватно не ответил на вопрос они ждать странные вещи гаде начинает смотря что ты хочешь чтоб я делал там я будет и как этот если скажем ручное тестирование это одни деньги там автоматическое другой другие там скажем если это там с вайт бокс тестинг там это 3 я бы послушай но если ты можешь делать white box testing что ты будешь делать ручной это кому же в голову такое придет допустим ты можешь за 50 долларов работать умеешь что будешь брать 25 или там 35 5 то есть вы своим ответом можете очень сильно напрячь человека или там давайте поторгуемся а чё торговаться с рекрутером рекрутер его ему только и собственно вот он спрашивает потому что он должен знать куда это резюме послать вот этому слать а этому не слать он как я open давайте обсудим там чего обсуждать то есть вы можете отталкивать людей как каждый из нас может я не конкретно править человека говорю но просто есть все таки но некоторое понимание что ли какой-то культурный контекст которым это все происходит и дальше я не знаю с какой интенсивностью происходит общение потому что чек на рынке ему вроде бы звонят но одно дело у него звонков допустим 20 в день так и мы говорим что он в порядке он сейчас так немножко сориентируется дальше пойдет другое дело у него два звонка в день и мы говорим что он не в порядке он явно что-то не то делает и нужно там добавить тут добавить там я не знаю такая диагностика без пациента понимаете это я так не могу вот но в целом вчера вот я ребятам урок вел в онлайне с 6 до 7 у меня руки вот там понедельник вторник четверг вот я вчера вел урок там я новая группа и была группа в марте которая закончилась в июле потом была группа в июле и вот сейчас ноябрьская то есть одну группу назад вот человек значит мне пришло сообщение от человека который там учился в той группе вот работу получил он месяц молчал потому что он думал может выгонят никому не рассказывал и тут он написал ягнутые ребята в группе скажи так для мотивации и он там написал сообщение и когда я урок вел я показал им нынешнем я показал вот то сообщение и там человек пишет что система работает вот я уже месяц как работаю там в компании я забыл что-то с кабельным телевидением какая-то контора или со спутниковым не помню что как с каким-то телевидением и он говорит мне 56 лет 56 не 45 и я был в состоянии в положении когда нужно было менять профессию и так далее я вот работаю у него это не быстро вы что смотреть если он в июле закончил а в октябре нашел работу у него это заняло три месяца мы не знаем сколько из этих трех месяцев он реально был на рынке то есть об этом разговора не было может быть он вышел там за три недели нашел я не знаю а может все три месяца искал а может быть он месяц искал где-то по другим штатам просто тренировался в прохождении интервью а потом уже перебросил резюме там где он живет он в мэриленде это гораздо более отстойное место чем номер атланту смысле вот интенсивности рынка труда и так далее так вот хотя он не первый у нас из мэриленда к чему рассказываю даже он в онлайне учился он не то что вот сидел в классе он на ней не ходил на практику в компанию но он был в некотором процессе ему дали там сколько-то видео за мы написали это резюме вот я пишу своей рукой все эти резюме все таки как вам сказать очень очень трудно диагностировать но то есть может быть у него абсолютно замечательное резюме может быть он идеально его там развешивает и замечательно отвечает на вопросы просто еще что-то не подошло это это один вариант другой вариант что он просто много чего делает не так и как бы ему нужно больше времени чтобы прорваться в любом случае я думаю так если чек в точку бьет он обязательно прорвется независимо от степени подготовленности но понимаете вот когда ты пишешь там пять лет опыта в резюме а у тебя ни одного дня нету то расчет идет на то что ты нарвешься на кого-то кто совсем не соображает что он делает и и и такие люди есть на рынке то есть есть люди которые нанимают а сами ничего не соображают вот и то есть какой-то шанс есть такой прорваться есть конечно ой господи но это долго это занимает время и тогда то есть фактически идет поиск нанимающего такого специфического поэтому когда люди там книжки читают курсы делают там проходят когда они на каком-нибудь ютесте там набираются опыта тестирования там может быть там небольшие денежки платит вот у меня сейчас онлайн его и вне онлайн его фуллтайм группа и там у меня есть два парня которые они у них там золотой статус они golden там тестеры на ютесте у нее они там сотнях проектах уже участвовали вот сейчас приехали не знаю что них там приехали там учиться но во всяком случае вот такие парни бывают и они они уже с опытом они когда разговаривают это совершенно другой разговор брать это не то же самое что никогда не участвовал какие-то курсы там брал может быть книжку читал там я не знаю я когда читал это письмо и думал что же ему сказать у меня перед глазами проходили знаете что за много лет по форумам по каким-то там фейсбуком по блогам черт узнает комментариям к всяким видео вот из общей серии навозная куча вот есть такая навозная куча где постоянно вот обсуждают что вот то что мы делаем вот нашей школе что это все что человек все это можно там википедии прочитать то чему мы учим резюме можно там просто день там скопировать в интернете сейчас никому не нужно чтобы ему писали резюме и угод рекрутеры сейчас рекрутеры бесплатно делают резюме вы сейчас пойдешь к рекрутеру тебе бесплатно сделает резюме там не нужен миш портнов для этого совершенно не нужен и вот и вот вся эта гора навоза помойки вот этой вот и я вот смотрю на человека живого да и я хочу сказать а вот идите ему расскажите это все вот эти вот умники вот поэтому конкретно в данном случае я могу сказать что ну ну про пусть этот с вопросом обращался может просто ко мне проклюнуться день в скайпе сбросить резюме или дать просто фамилию как его найти там у меня есть рекрутерская лицензия на дайсе я могу найти его прямо на дайсе и посмотреть что он там не так делает и посмотреть с резюме там с чем-то может быть я бы там пяток видео сброшу которые надо посмотреть на разные темы но то есть я могу как бы очень точечно его продвинуть вперед если если в этом есть нужда это как бы моя профессиональная область я по тестированию все что угодно могу вот на любой вопрос ответить но так если если вы в целом да я думаю что ситуация ведь на самом деле интересно в целом потому что человек приезжает он что-то хочет менять профессию и задающий вопрос человек она там не знаю на порядок более крутой чем вот допустим мой средний студент потому что мой средний студент не брал классов не по униксу не пола утра дару не по кьюти пито мнение не почему таком он он просто приезжает достаточно девственный такой но пользователь там вот он да а здесь человек столько классов набрал и он самостоятельный пойти бы не надо за руку вести он самостоятельный он сам где-то там резюме на надо был он сам его как-то развешивает к нему там какие-то люди звонят он с ними сам разговаривает и так далее это же то есть у него потенциал на порядок превышающий вот скажем нашего среднего студента который с посторонней помощью так толчок ему дали он пошел хотя здесь толчка нет хотя ему нужен даже не толчок ему просто вектор так вот туда идти он бы дошел бы прекрасно то есть он просто самых таких фундаментальных вопросов немножко там запутался ну еще раз мы мы это все решим то есть если он как бы озаботиться тем чтобы сбросить свое резюме или там свои просто свои координаты чтобы я мог с ним связаться мы все сделаем нормально без проблем вот такая история и я думаю это хорошо отвечает вот эти все вопросы там с википедиями с чё там еще с тем что вот там откуда резюме берутся у людей вот и что на интернете там повесил вот у тебя сразу все набежали и так далее и так далее то есть при всем при том что это бывает да то есть мы знаем людей которые сами все сделали и у них все за все получилось там и так далее вообще без посторонней помощи бывает такое тоже просто шансы меньше и времени занимает гораздо больше в среднем вот собственно собственно все еще раз я закончу тем что если в точку бить то нет никаких оснований полагать что нет не пробьется просто более болезненное пробивание поэтому я бы сказал так что если который все учится учится и все они никак не готовы работу искать в эти и это гораздо хуже чем люди которые не учатся вот но все-таки идут на рынок и что-то делают на рынке и они быстрее и лучше получат работу больше того за счет того что они вот активные и нацеленные на результат они начнут работать и они очень быстро вырастут технически не в классной комнате понимаете а вот вот на на производстве в классной комнате смысл находиться только тот что там завтра оказаться на рабочем месте вот там начнешь учиться вот там начнешь набирать все все что нужно набирать вот вот я бы я бы так сказал то есть из двух стратегий поведения когда учится 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 но все еще никак не готов работу искать значит гораздо лучше стратегия поведения когда он вообще даже ни учился обе экстремальные в occasional extreme что он не пошел работу искать другой extreme что он вообще не готов ни к чему а только вот там какой-то бушет в резюме накатал и пошел на маркет. Но из двух экстремальных стратегий, то я считаю, что одна ведет к результату, а другая нет. Вот так, когда он пошел на маркет, вот там у него будет результат. Вот на этом бы я, наверное, и закончил. Счастливо!